Всем привет! В студии я, Диана Шилова, и сегодня я расскажу вам о самых актуальных новостях студенческой жизни. Итак, начинаем наш выпуск. И снова первый, третий международный форум по педагогическому образованию взял старт. Возможности станет больше. Семин здравоохранения и Казанский федеральный заключили соглашение о дальнейшем развитии. Китай публиковал кадры успешной добычи горючего льда в Южно-Китайском море. На сегодняшний день во всех школах происходят масштабные изменения. Внедряются новые стандарты обучения, обновляются содержания и технологии образовательного процесса. Какой вызов принимают современные учителя и школьники, обсудили на третьем форуме по педагогическому образованию. Все подробности узнаешь в сюжете Адели Шимиловой. Уже третий год подряд Казанский университет на самом высоком уровне проводит форум для представителей сферы образования и психологии со всего мира. В ходе форума планируется найти ответы на вопросы, касающихся разработок содержания профессионального педагогического образования. Подготовка учительских кадров. Но всегда были споры, как их готовить, что делать. И вот этот форум – это площадка, где эти вопросы обсуждаются, причем у каждой страны есть свои проблемные вопросы. В рамках форума состоятся три крупные научно-практические конференции, которые затронут вопросы непрерывного педагогического образования в современном мире, социально устойчивую и безопасную среду для детей, семейную педагогику и психологию. Вот здесь такого рода форумы – это как раз возможность сверить законодателям то, что действует, как действуют и как на это реагируют те, кто, собственно, эти законы исполняет. В качестве спикеров выступят представители престижных вузов, входящих в сотню лучших по данным рейтинга КОЭС. Для меня большая честь быть сегодня здесь. И от лица нашей организации я хочу приветствовать вас на нашем форуме. Я благодарю за возможность участвовать в этой конференции, в этом прекрасном месте. Стоит отметить, что Универ ТВ вел прямую трансляцию форума с международным участием в области педагогики. Такого уровня мероприятия состоялось в России впервые. И не случайно площадкой для его проведения был выбран Казанский университет. Ведь именно в КФУ сосредоточен весь потенциал подготовки педагогических кадров в республике. А педагогика признана одним из приоритетных направлений. Стратегическая академическая единица, учитель 21 века – яркий тому пример. Представителям которой отлично известно, какого учителя уже сегодня с нетерпением ждут в школах. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универгьюз. Казанский федеральный университет начинает плодотворное сотрудничество с известной компанией «Сименс здравоохранение». Какие возможности открываются перед КФУ? Смотри прямо сейчас. Ведущая немецкая компания продолжает сотрудничество с предприятиями России. В связи с этим Республика Татарстан и компания «Сименс здравоохранение» заключили соглашение о развитии стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как энергетика и финансирование проектов. В рамках развития указанного соглашения Казанскому университету открываются новые совместные проекты. Договоренности предусматривают целый ряд направлений работ – от апробации новейших разработок до создания профильного центра на базе Елаборского института КФУ. Кроме того, подписанный документ закрепляет право университета на проведение апробации в университетской клинике «Казань» мобильного оборудования компании «Сименс». А это означает, что с аппаратными новинками сотрудники и студенты КФУ будут знакомиться первыми. В чем и заключается договоренность о проведении совместных конференций – мастер-классов с привлечением ведущих специалистов отрасли. Аделья Шемилова, Универньюз. Делегация Казанского Федерального Университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым посетила Республику Крым. Основной солью визита стало участие в заседании Клуба 10 – уникальной площадке взаимодействия 10 федеральных университетов России. Эти встречи послужили примером налаживания диалога с потенциальными партнерами – одного из ключевых аспектов успешного роста и развития любого вуза. Думаю, мы не будем копировать друг друга, мы будем взаимодополнять друг друга, ибо это будет способствовать улучшению и конкурентноспособности наших вузов в мировых рейтингах. И здесь и Казанскому университету, и Крымскому университету есть что вложить в копилку. Анастасия Иванова, Универньюз. Кубинские студенты Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ встретились с чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в Российской Федерации, Эмилия Лосада-Гарсия, и обсудили самые волнующие вопросы. 23 мая в рамках визита Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета посетил чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в Российской Федерации, Эмилия Лосада-Гарсия, который встретился со студентами из Кубы, которые проходят обучение в КФУ. В этот день они обсудили насущие вопросы, касающиеся учебы, и поговорили о их проживании в Казани. Стоит отметить, что в КФУ всего обучается 26 граждан Кубы. Китай излег горючий лед со дна Южно-Корейского моря. Речь идет о соединении воды и природного газа. По сравнению с традиционным топливом, газовый гидрант отличается более высокой плотностью энергии. Китайские власти сразу же провозгласили, что это событие может стать поворотом для будущего энергетики во всем мире. В данной теме разбирался наш корреспондент Елизавета Евтифеева. В интернете опубликованы первые кадры с прорывного достижения китайцев. Образцы горючего льда китайские специалисты подняли в районе Шинху в северной части Южно-Китайского моря. Для извлечения газового гидрата пришлось углубиться на дно в 200 метров. Еще в 60-е годы советские ученые обнаружили первые месторождения газовых гидратов на севере СССР. Ближе к 70-м годам началась разработка Месояхского месторождения в Сибири, где впервые удалось извлечь природный газ из гидратов. Однако исследования в области добычи гидратов из донных отложений начались всего 10-15 лет назад. Ведущей позицией в этих исследованиях занимает Япония, как страна, которая не имеет запасов ископаемых источников энергии. Сегодня Япония, одна Япония, обладая запасом газа, газогидрата, метана, столько, сколько во всем мире сегодня разведано вообще. Вот такой парадокс, да? Но сегодня никто не умеет добывать эти газы. Это огромные толщи, насыщенные газом, метаном. И, наверное, только впереди всех сегодня Япония в этом плане. То есть они создали первое судно, экспериментальное такое, исследовательское судно, которое изучает эти газогидраты и уже проводит какую-то полупромышленную добычу газогидратов. А по сути, вот запасы газогидратов в мире, они много десятков раз перекрывают те известные запасы газа вообще, которые сегодня в мире известны. Газогидраты обычно скрываются под морским дном у берега и под вечной мерзлотой. То есть для их образования нужны два фактора – холод и высокое давление. Несмотря на свою низкую температуру, эти гидраты легко воспламеняются. Если поднести зажигалку, то газ, заключенный в замерзшей воде, начинает гореть. Вследствие этого гидраты и получили название «горючий лед». А что касается того, чтобы использовать газовые гидраты в качестве топлива, это техническая проблема. Нужно сначала поднять его на поверхность, потом создавать условия, чтобы гидрат не распадался. Только это оказывается экономически нецелесообразно, потому что поддерживать давление можно лишь за счет расходования топлива. Китайцы, как и японцы, пытаются решить эту техническую задачу, потому что у них энергетический баланс отрицателен. Они вынуждены завозить дополнительную энергию из других стран, в основном из России. В России мы в основном занимаемся проблемами борьбы с газогидратами. Но в нашем слое есть группа, которая занимается газогидратами. И мы считаем, что газогидраты – это топливо будущего для выработки энергии. Я думаю, что в будущем газогидраты будут очень сильно добывать. Тем более, что запасы их практически не ограничены в том понимании, которое мы имеем в виду. Конечно, ни о какой добыче в промышленных объемах речи пока нет. Китай такую цель ставит себе только к 2030 году. Елизавета Евтифеева, Универ Ньюс. В IT-лицее КФУ прозвучал последний звонок, и 11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь. Как это было, ты увидишь далее. Для более 5000 выпускников 11-х классов в Казани 23 мая прозвучал последний звонок. В том числе и для учащихся IT-лицея. Совсем скоро выпускникам предстоит сдавать ЕГЭ. Первый экзамен уже буквально через пару дней. Но пока разговоры о планах и воспоминаниях о лучших школьных мгновениях. И слова благодарности звучат из уст учеников, родителей, преподавателей и директора лицея. Больше всех волнуются, разумеется, сами ребята. С лицеем они прощаются так, чтобы их еще долго помнили. Диана Шилова, Владислав Мехневский, Универньюз. На этом у меня все. Следи за нами в социальных сетях и будь в курсе самых свежих событий. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok